Сколько раз я уже говорил, что дизайнеров Garmin давно пора уволить. Столько лет эксплуатировать один и тот же дизайн и не менять ровным счетом ничего. Даже бета-версию Garmin Connect, вопреки многолетним просьбам пользователей, изменили настолько незначительно, что... В предыдущем ролике я пояснял, почему мне все же нравится Apple Watch Ultra 2. Наряду с множеством недостатков у них есть и большое количество неоспоримых плюсов. Крутой дизайн, качественные точные датчики, экосистема Apple E, удобство работы и корректная работа гироскопа, и еще много-много чего значимого. И даже с автономностью я свыкся, но с программными недоработками, ну уж никак. Я подумал, можно ли с помощью сторонних приложений превратить Ultra в подобие Garmin Apex. Давайте пробовать. Начнем с мониторинга сна. Стандартными средствами Apple Watch лично у меня все определялось криво. Стоило утром встать на 10 минут, отправить сообщение, вернуться в кровать и все. Ультра думают, что сна больше нет, хотя можно пролежать еще пару часов. А дневном сне и говорить не приходится. И вот эту проблему победить оказалось очень-очень просто. Пусть и не бесплатно. Приложение AutoSleep. Хорошо, что оно имеет единоразовую покупку, без каких-либо подписок и работает, основываясь на данных, получаемых от часов во время сна. Удивительно, но после установки приложения и синхронизации с сервисом здоровья, у меня отображение промежутков сна стало корректным. И, что самое интересное, добавилось время дневного сна. То есть, как я и говорю, Apple Watch действительно может собирать весь спектр необходимых данных, но систематизация и анализ тут далеко мимо. В приложении AutoSleep заметил еще один нюанс. В своем показателе готовности они показывают значение утренней вариабельности сердечного ритма. Напомню, что в ролике про Ultra и Apex я рассказывал, что девайс Apple измеряет VSR всего два раза во время сна. В середине ночи и утром. Так вот, значение в приложении AutoSleep не похоже на эти данные и не является средним их значением. Так откуда же берется это число утреннего VSR? В следующей ночи я спал с двумя часами на разных руках. С Ultra на правой и с Apex на левой. В результате этого эксперимента был довольно неожиданным для меня. Средний ночной VSR по измерениям Garmin был практически идентичен значению утреннего VSR в приложении AutoSleep. Как так получается? Я не знаю, но факт остается фактом. Да, на графике в Garmin Connect вы можете видеть все 10-минутные срезы замеров VSR за всю непосредственно ночь. Но теперь то, что предлагает наш AutoSleep, основываясь на данных Apple Watch, превращается в реально рабочий инструмент для планирования тренировок. И это меня очень радует. С одной критически важной для меня вещью разобрались. Идем разбирать спортивные профили и тренировки. Друзья, а я буду очень признательным, если вы нажмете подписаться. Это действительно помогает развитию канала и созданию роликов. И, кстати, я стараюсь абсолютно всем отвечать на комментарии. Поэтому спрашивайте, предлагайте. Я обязательно это увижу. Начнем, пожалуй, с must-have приложения для покупки на Apple Watch для всех тех, кто занимается аэробными видами спорта. Work Outdoors. Плюс также в том, что, как и AutoSleep, оно имеет единоразовую покупку без популярной нынче подписочной истории. Вообще, я считаю, что это лучшее вложение 600 рублей после покупки Apple Watch. И сейчас расскажу почему. Во-первых, приложение имеет полностью настраиваемые экраны с полями данных. Точно так же, как и профессиональные спортивные часы. Притом мы можем добавить не только непосредственно данные, но и графики, что в некоторых моментах бывает очень-очень полезно. Лично мне тут нравится то, что мы можем полностью задействовать квадратный форм-фактор часов. Но кто сказал Apple, что данные на экране тренировок нужно располагать строчками друг по другу, ухудшая читаемость и оставляя кучу свободного места. Тут же все иначе. Мы можем выбрать шрифт, мы можем регулировать количество этих полей данных, кастомизация во всей красе. И что самое главное, мы можем добавить поле с полноценной картой. Наконец, можно хоть как-то задействовать мощность Apple Watch. Для пробежек по городу можно не заморачиваться и просто позволить данным картам подтягиваться с телефона. А для трейловых забегов и труднодоступных и проблемных с точки зрения связи мест, о чудо, мы можем загрузить карты непосредственно на часы. Для этого просто выделяем в приложении Work Outdoors на телефоне необходимую область. Оно качает карты и пересылает их на часы. Удивительно, но это даже сильно проще, чем в Garmin. И если у вас есть карты, значит должны быть и маршруты. Без проблем. Берем всем известный коммьют и создаем трек. Нажимаем скачать GPX файл и пересылаем сразу непосредственно в приложение Work Outdoors. Все, он сразу отображается в разделе маршрутов, из которого мы можем перекинуть его на часы. В приложении такой объем кастомизации, что вы можете настроить буквально все, что видите. Каждый сможет заделать себе интерфейс тренировок максимально под свои нужды. И, кстати, сейчас приложение уже настолько хорошо оптимизировано, что расходует практически такой же заряд аккумулятора, как и проприетарное приложение активности на Apple Watch. А это большая редкость. Предвижу вопросы. Профиль беговых лыж Work Outdoors тоже есть. И профиль горных лыж тоже есть, но с некоторыми ограничениями. Поэтому, если вы хотите, чтобы в традициях Garmin можно было разграничивать сразу, видя на часах подъемы и спуски, придется ставить еще одно приложение. Мне очень советовали Skill. Это крутейшее горнолыжное приложение, которое постоянно развивается и имеет базы реально всех маломайских крупных курорт. Стильфон отслеживает практически все, но с приложением для часов у них беда. Оно есть, но функционал не тот, которого ожидаешь. Там будет просто отображаться карта курорта, а также при наличии платной подписки будут видны ваши друзья на трассах. Классно, но мы ожидали другого. Есть еще одно приложение, которое называется Slopes. Тут с курортами в Сочи, Шри Геши не совсем хорошо. Доступны лишь карты-картинки без интерактивной составляющей. Однако, приложение для Apple Watch шикарно. Выбираете активность, запускаете и в лучших традициях Garmin определяются спуски, подъемники. Все круто. И это то, чего так не хватает скилл. Слоб, кстати, для такой записи активности можно использовать абсолютно бесплатно. Классно? Конечно. Как мы видим, очень многое из того, что Apple пожелала не делать для своих часов, можно взять из сторонних источников, при том за очень небольшую плату. А как делать с силовыми тренировками? Тут малость сложнее. Особенно для тех, кто привык к воркаутам и комплексам упражнениям из Garmin Connect. Лично я провожу силовые работы в зале без записи подходов и постоянного отслеживания рабочего веса. Поэтому для тренировок использую все то же Workout Doors. Мне нравится, что есть временной график ЧСС, на котором хорошо видно, хорошо ли ты поработал на подходах или нет. Если же хочется создать себе такой хороший тренировочный план и, что самое главное для нас, вести его учет на часах, а также добавлять рабочие веса, я для себя нашел приложение Fitness Point. Если в случае с Workout Doors альтернатив по факту нет, то приложений для силовых работ в зале огромное множество. Но большинство из них имеют как раз нелюбимый нами подписочный формат. Fitness Point, хоть и весьма простое, но за базовую единовременную плату предоставляет именно тот функционал, который я хочу видеть на часах. А именно, воспроизведение моих тренировочных планов без участия телефона, запись их выполнения и фиксация веса. Все это то, что нужно. Да, у них также есть подписка, но это, по сути, лишь синхронизация с другими девайсами и бонусные упражнения. И еще мне посоветовали приложение Strong. Оно действительно очень хорошее и реально напоминает Fitness Point, но оно бесплатное. У него есть подписочная история. Однако, для того, чтобы использовать его для своих структурированных тренировок и фиксации упражнений на часах, подписка не нужна. Обычно сервисы предлагают по подписке именно работу на Apple Watch. Поэтому, друзья, выбирайте и смотрите, какое нравится именно вам. Ну что, друзья, пожалуй, этого достаточно, чтобы начать использовать Apple Watch Ultra на всю. И не беситься от отсутствия банального функционала, который есть даже в любых спортивных часах. Да, потратили чуть-чуть на приложение. Да, потратили время на поиски адекватных вариантов. Но, так или иначе, добились желаемого результата. И сделали нашу Ultra чуть больше похожей на Garmin, не потеряв того самого удобства использования Apple Watch. И если у вас остались вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях. А один из следующих выпусков будет о 100-дневном использовании Garmin Apex 2 Pro в титановом корпусе. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok